Москва. Волнение, суета, последние штрихи. Всё должно быть безукоризненным и сиять. Вот-вот начнётся, ни много ни мало, финал единственного в своём роде конкурса красоты, название которого говорит само за себя – «Красота внутри». Этих разных, абсолютно непохожих друг на друга девушек объединяет одно обстоятельство – они финалистки конкурса «Красота внутри». И не случайно. Анастасия Селезнёва. Активная, целеустремлённая. Она вся в работе и на связи 24 часа в сутки. А инвалидное кресло? Оно Насте совершенно не мешает. Александра Майдан. Утончённая и разносторонне развитая личность. Саша пишет стихи, увлекается бисероплетением, занимается конным спортом, учится и при этом ничего не видит. Ольга Круглова. Лёгкая, воздушная, жизнерадостная. Она танцует, занимается лёгкой атлетикой, открыта всему миру, но не слышит. Красота. Что это? Рост, вес, походка, разрез глаз, объём бёдер. А может быть, это нечто совсем другое? То, что невозможно измерить? Всем привет! Меня зовут Анастасия Селезнёва. В качестве домашнего задания каждый участник конкурса должен подготовить короткую и яркую самопрезентацию. Насте Селезнёвой помогает человек, который знает её лучше всех – мама. Смазан быстро. Да тут уже, по-моему, всё равно. С экрана на нас смотрит активная, яркая, позитивная и деятельная девушка. И это чистая правда. Настя учится и работает в социальной сфере. Помогать другим, не жалея себя, по-другому она не умеет. На каждый день самореализовывается. У неё нет такого, чтобы она сидела и ничего не делала. Движение постоянное. Ни минуты покоя никому. Естественно, Настя участвует в конкурсе «Красота внутри» не ради короны-победительницы. Для неё это редкая возможность хотя бы ненадолго остановиться и заглянуть в себя. Когда ты делаешь очень много всего и отдаёшь, и отдаёшь, и помогаешь, и 24 на 7 ты на связи, ты в какой-то момент теряешь себя. Ты забываешь, что ты у себя тоже есть, и о себе тоже надо заботиться. Активная жизненная позиция помогает Насте не замечать собственных проблем. Вокруг столько дел, возможностей, событий и, главное, людей, которым она нужна. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на конкурсе «Красота внутри». Итак, финал. Сегодня здесь только лучшие из лучших. Яркие, творческие, талантливые и смелые. Перед зрителями и жюри первый поток конкурсантов. У нас очень много разных нозологий. Соответственно, мне кажется, все какие только могут быть. И мы их разбили по разным потокам. Соответственно, в одном потоке соревнуются ребята с своими особенностями здоровья и составляют таким образом равную конкуренцию. Анастасия Гиденко – студентка 4-го курса социологического факультета МГУ. А еще она – инициатор и главная движущая сила красоты внутри. Это Настя придумала и воплотила в жизнь весь этот масштабный многоуровневый проект с сотнями участников и гигантским набором нетривиальных задач. Я волонтеру уже около шести лет и ездила в Дома милосердия к ребятам с ДЦП. И один раз была девочка, которая сказала, что я некрасивая и у меня никогда не будет друзей из-за этого. Вот. И тогда, собственно, родилась идея конкурса, что надо создать такой конкурс, чтобы ребята почувствовали, что они красивые, что они могут самореализоваться и что у них могут быть друзьями. Конкурс «Красота внутри» – социальный проект, направленный на интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Среди конкурсантов – люди с разными формами инвалидности, такими как нарушение зрения, нарушение слуха, нарушение отворно-двигательного аппарата, ментальные нарушения. Всего в конкурсе «Красота внутри» приняли участие 146 человек с инвалидностью из 12 городов России. В финал вышли 73 участника, 59 из них – москвичи. Красота живет в каждом из нас, наполняет смыслом этот мир. Поэтому все, что нас окружает, каждое событие, каждая встреча – не случайны. Особенно люди, которые оказываются рядом. Александр Майдан и Мария Матюшкина – конкурсантка и волонтер. В течение проекта они должны быть вместе как можно чаще. Общаться, узнавать, учиться понимать друг друга. Это одна из главных особенностей проекта «Красота внутри». Мария сейчас помогает мне, ну, просто, если можно так сказать, на высшем уровне. То есть она делает все, что нужно, все, что, как бы, требуется. Очень много подсказывает, очень во многом просто чувствуешь ее рядом. Первый день, когда мы с ней встретились, там, спустя какое-то время, она меня взяла за арку и сказала, не волнуйся, у нас все будет хорошо. Я думаю, господи, неужели я вызываю на эмоциональном уровне такие ощущения у человека, что, ну, значит, она понимает мое волнение. Саша и Мария – уже сплоченная команда. Они помогают друг другу и вместе идут к цели. Смысл идеи как раз в том, чтобы волонтеры и участники стали друг с другом, как бы, друзьями. Они вместе, единая команда, и мы стараемся сделать как можно больше заданий на взаимодействие волонтера и участника. Благодаря этому, конечно, намного увереннее можно идти вперед. То есть от человека, который рядом с тобой, конечно, очень много зависит. Мария пришла в проект, потому что внутри нее давно жила простая человеческая потребность – быть полезной. И здесь, как всегда, сработал главный закон милосердия. Милующему добро всегда возвращается сторицей. Не так ли раскрывается истинная красота? Не я ей помогаю, а она мне помогает. Помогает познать вообще мир людей через нее. Поздравляем! Самые, самые красивые, миролюстские, миролюстские полоса «Красота внутри». В составе жюри сегодня супруги Дарья и Алексей Маюк. Не случайные люди. Блогеры, путешественники, любители адреналина и активного образа жизни. Они точно знают, что инвалидность для самореализации не помеха, а настоящая красота гораздо ближе, чем мы думаем. Я участвовала в многих конкурсах. Мне это очень помогло поднять самооценку, поднять то, что я тоже чего-то стою. Это реально заряжает, заряжает нам будущее, что ты можешь, что ты лучше кого-то, что у тебя большая мотивация, ну, двигаться дальше. Дефиле. Сегодня здесь каждый излучает уверенность в себе. Найти себя на этом подиуме конкурсантам помогали профессионалы. В подготовке конкурса приняли участие представители самого настоящего модельного агентства. Мое модельное агентство не только берет шаблонных моделей, но еще и берет нестандартных моделей. У нас в агентстве есть модели на колясках, есть модели с ДЦБ. Каждый из вас может стать успешной моделью, если вы будете прикладывать усилия, если у вас будет желание, задор, эмоции. Именно поиски истинной красоты приводят даже людей из индустрии моды к переосмыслению и расширению собственных горизонтов. Ведь какими бы безупречными не были внешние данные человека, без красоты внутренней это пустое. Оле Кругловой помогают не только волонтер, но и вся Олина семья. Мама, папа и сестры дают ей импульс, благодаря которому неслышащая девушка точно попадают в ритм жизни. В семье живу. Я приемная. Меня приняли из детдома. Оле 19. Открытая, искренняя и жизнерадостная. Учится, танцует, занимается спортом и живет полной жизнью. До 12 лет Оле жила не только без звука, но, что гораздо страшнее, без любви и заботы. Всего одна встреча перевернула ее жизнь. Все это было на концерте Дианы Гурской, где та выступала вместе с детьми, проживающими в Серегопосадском детском доме для слепо-глухих детей. Мы были с Ириной, с младшей дочкой. На тот момент ей было 11, Оле было 12, и рассказала, а что все ребята из детского дома, да, и вот эта маленькая девочка тоже, давайте возьмем ее к себе домой, ведь у нас так много места. Желание помочь другому, поделиться теплом и красотой. У Юдиных это ключевой принцип. Сегодня в этой семье пятеро приемных детей, и они точно знают, только любовь дает человеку силу по-настоящему раскрыть себя. Кто состоит победителем конкурса «Красота внутри»? На этом подиуме все победители. Невидимые барьеры, шаблонные представления и стереотипы сняты. Здесь каждый уникален и неповторимо красив. Но конкурс есть конкурс. И вот он, решающий момент. Победителем конкурса «Красота внутри» становится Ольга Круглова! Эмоции плещут, как океан, через край. Немножко слез, но это слезы счастья. Я очень рада за Ольгу, какая она была и какая она стала. Это небо и земля. Очень доволен. Все-таки, конечно, ей повезло. У нее новые перспективы, новые горизонты, новая жизнь. Так что же такое истинная красота? Где она? Как проявляется? Эти люди своими делами показывают всему миру истинную красоту человека. Жить и работать ради других, чувствовать потребность в служении, сопереживать и соучаствовать. Истинная красота – это умение любить. Любовь – наше неистащимое богатство и бесценное сокровище. Любовь, которая освещает нас, несмотря ни на что и вопреки всему. Вот какая красота скрыта внутри каждого из нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова